Я хочу задать один лишь единственный вопрос, Яса. Почему вы хотите меня убить? А теперь самое время проверить мотор. Мотор простой, как три копейки. Два коренных подшипника, которые меняли на крайнем ТО. Оп, и мотор встал. Ну, Жура, готовься. У него тут посадки. Самый короткий полет. Ну, познавательный. Не говори. Ах ты! Между рулем и прокладкой что-то застряло. Большой специалист. Как слесарь-гинеколог. Уже повещён. Проверить этот элемент, субстанцию, вот эту, на магнит. Вот оно, вот оно. Это курские поршни лежат на поршне. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лётных вида спорта. У меня в гостях Вадим. Чудесный механик с сорокалептным опытом реального потрошения всяких девайсов. И сейчас он посмотрит, что случилось с нашим двигателем. А что там случилось-то? Поломался. 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 Открываем трейлер от нашего вепря. Но теперь это Глюкиншвайна. Вадим вообще приехал наклеить наклейку. Глюкин? Я всё-таки фуд. Глюкшвайна. Глюкшвайна. Короче, весёлый свинку. Но свинка так повеселилась, что теперь вот болеет капельку. Загуляла. Поэтому сейчас мы достанем и посмотрим, что бы уже было с мотором. Топливный кран открыт? Да. Куда-то пришёл у нас. Самолёт. Я вижу. Что-то с движком почему-то стал двигать. Сейчас будем разворачиваться заходить. Нет, сейчас так. Только мне на колдунную милу бился. Зах*** сели. Практически. Будет фланер из трейлера проще простого. Дело. Оп, сейчас придерживай. Оп. А затолкать там молодёжь поможет. На самом деле там есть чудесная лебёдка, которую цепляешь и заталкиваешь. Но это же не наш метод. О, а вечер перестаёт быть томным. Нам придётся демонтировать крепление крыльев. Естественно. Да, потому что так мотор не откроешь. Ну ладно, ничего страшного. Итак, друзья, кто переживал, что с нашей Глюкшвайн случилось? Весёлой свинкой. Да ничего не случилось. Вот смотрите, чем крепятся точки крепления крыла. Здесь ещё штифт ставится. То есть это одна часть. Это вторая часть. Здесь всё в порядке. Я осмотрел узлы. Нагрузка была на циркуле какая-то, но вы понимаете, что это нагрузка на циркуле. Это мёртвый припарк от того, что реально действует на планер. Смотрите, какой мощнейший и мощнючий лонжерон. Естественно, тут с лонжероном-то... Подсчитаем на 2,5G. А, подсчитайте, лонжерон-то вообще... Это то, что крепится за концовка. Основной это лонжерон. Я вам сейчас покажу. То есть такое... Навернуть на каком-то банальном циркуле очень сложно. Вот два штыря, которые все эти два крыла собирают... Два полукрыла собирают единое. То есть всё очень крепко. И шансов повредить это, я бы так сказал, практически нет. То есть вот они все узлы. Я смотрел, они все в нормальном состоянии. То есть никаких проблем нам лёгкий разворот на почти 180 градусов не доставил. То есть по этому поводу можно успокоиться. Ну, естественно, мы люфты все проверили в планере, когда он здесь стоял перед разборкой. Всё было хорошо. А теперь самое время проверить мотор. Для этого мы main switch включаем, открываем тумблер выпуска двигателя. Такой как раз для обслуживания. И вот наш моторчик благополучно выходит. И сейчас мы будем иметь честь разбирать его. Мотор простой, как 3 копейки. Это обычный двухтактник, который достаточно примитивен. Что ты скажешь по поводу двухтактников? Ну, то, что там, по идее, там ломаться нечего. Почему они, в общем-то, двухтактники и полюбляются в таком виде спорта. Нету газораспределения механизма, нету цепей клапанов. Там всего-всего-всего. Практически тут... Как это? Наливай, допей, сжимай, смесь и сжигай. Помимо этого, есть два коренных подшипника, которые меняли на крайнем ТО. Ну, это было всё снято. И вот старая маркировка. Ну, понятно. Ну, вот новая красочка. Это не фиксатор. Ну, понятно, да. Это маркировка, что я здесь был. И вот я пометил, что я это зафиксировал, затянул. И вот это моя подпись. Краска свежая. Головка снималась, да? Хорошо. Это мы, друзья, осматриваем, потому что планер отработал не больше двух часов после крайнего ТО, который, в общем, сделал 18 полётов. Планер был в Германии. И причина его появления здесь, почему срочно он нам понадобился, у нас второй планер отказал двигатель на Принцессе, на СЖ-32МИ, двигатель Ванкеля, на взлёте. Это видео я ещё не публиковал. Но, если вы меня попросите, я готов. Дагапалось я проверяю магнета. Зерло в отлете в хрентакуляшке из Тенорд. Видели максимальные обороты. Выбираю, что мы не можем. Поделись им 100, 7200. Детилок, у нас же вот слёдка. Вот. Если вы добираете скорость, не просто. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...